У-у-у, старом жене-е-е-е Папа, я-я-я У старом жене-е-е Па-па-па-па Эту историю знают многие, но я боюсь, вдруг именно вы нет. Эта история вместе и горькое правило привратности к бытия, и спасительное знание, что на этом свете еще встречаются люди, не путающие риторику и суть, возведшие порядочность в ранг фетиша. Люди с золотыми сердцами. Шесть лет назад в авиакатастрофе погиб коллектив Ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Среди погибших было множество талантливых спортсменов, отцов и сыновей. Но в этом видео мне хотелось бы рассказать немного больше об одном, на мой взгляд, очень необычном и особенном человеке. Однажды в один из детских домов Ярославля из анонимного источника поступила крупная денежная сумма. Осуществил перевод некий хоккеист, который периодически жертвовал деньги на благотворительность. Об этом не знал никто, это было величайшей тайной, но факт остается фактом. Героев совсем не обязательно знать в лицо, главное знать, что они просто есть. Капитан «Локомотива», хоккеист Иван Ткаченко был тем самым героем, который не говорил, а действовал. Отдавал, дарил, помогал, спасал. Забирай себе только животворящие человеческие эмоции во время хоккейных матчей. Теперь Иван – герой Ярославля. Кумир всех мальчишек, сердца хоккейного клуба. О том, что ярославский капитан жертвовал крупной суммой на благотворительность, стало широко известно лишь после того страшного полета в вечность. Печаль сменилась восторгом, отчаяние сменилось гордостью. «Маленький хрупкий шарик не разбился. Дело Ивана Ткаченко живет и будет жить, потому что любовь не умирает. А в сердце этого человека была не только любовь, там была и жалость, и благородство, и сумасшедшая скромность. Это герой нашего времени, и мне так хочется говорить об этом». Ткаченко занимался благотворительностью не только анонимно жертвуя крупной суммы денег детям с онкологическими заболеваниями. Он перечислял деньги детским домам, церквям и просто пенсионерам, увиденным в телесюжетах. Уже посмертно капитану локомотива был вручен орден за заслуги перед отечеством четвертой степени. Это ли не показатель? Десятки спасенных жизней, огромное количество положительных эмоций, каждая детская улыбка, каждое чудесное выздоровление – вот показатель. Вот народная любовь. Все эти поступки Ивана, никак не вписываются в нелишенные основания и общественные стереотипы, рисующие успешных спортсменов существами, зацикленными исключительно на собственном «я», на машинах, часах и драгоценностях. Но больше всего поражает, что почти за пять лет он никому из друзей и родных не сказал о своей благотворительной деятельности. Ни слова. Самое главное первое, наверное, это быть честным. Ну, для меня, по крайней мере. Честным в отношении ко всему. Ну, если ты делаешь что-то, делать честно. Это самое тяжелое, я считаю, что вообще отношение к друзьям, к родителям, к детям, к работе, ко всему. Если ты делаешь что-то нечестное, неправильно, обманываешь, как лучше это совсем не делать. После трагедии у Ивана обнаружили в беспорядочных записях, которые он периодически вел такие слова. Жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Вечная память тебе, небесный капитан. Если понравилось видео, палец вверх. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Вижу тех людей, которым рад. Но не забыты они, хотя их облик погрузился во мрак. Я вижу старых своих друзей, как жаль, что слышу их только здесь. В душе моей, в душе моей. Помни каждый миг и каждый час. Тех, кто рядом был, и тех, кто есть сейчас. Жаль, но не вернуть никогда То, что было раньше, чем мы жили тогда. Редактор субтитров А.Семкин